Друзья, мы на кухне без прикрас, у меня на канале, пока еще не спустилась отчаянно ночь, я решительно взялась за приготовление оладушек, но они не простые. В этих оладушках я использовала цельнозерновую пшеничную муку, грубого помола, амарант, кубанские семена, очень полезная штучка. И сейчас показываю репу, осталась еще репа одна, вот, две таких репки. Прям потерла, и получилась вот такая вот у нас темноватая, вкусноватая субстанция. На сыворотке, знаете, у меня осталась сыворотка, творог делала, домашнего молока. У меня ничего домашнее не пропадает, как у хорошей хозяйки. Вот, и вот такие вот оладушки, сюда-сюда немножечко, да. Они не столь там, может быть, распрекрасные, но все ингредиенты достойны. Уважение. Вот что. Одной рукой сложно получается. А этот вообще похож на котлет. По-моему, так, други мои. Вот, делаем перерыв. Такой у нас, такой у нас результат. Не очень красиво, предположим, первозданно. Но наши предки не кушали, если вы помните, картофель. А все заменяло репа. Вот эту вот насыщенность такую заменяла репа. Очень полезный продукт, как считают диетологи и другие структуры. Какие-то структуры другие. Но считается она очень и весьма полезным продуктом. Репа. Пареная, репа жареная. Так что попробуйте оладушки с репой.